Международный форум деловых контактов «Брест. Китай. Стратегическое партнерство» – это большой формат дискуссий, встреч, переговоров, подписаний деловых контрактов. Формат, который бесспорно предполагает огромный пласт работы. В этом лично убедилась наша съемочная группа, посетив одну из секций форума, которая включает в себя социально-гуманитарные отношения. На ней были представлены презентации спортивного и туристического потенциала нашего региона, сферы образования Брестской области и здравоохранения. Напомним, что в первый день форума уже были подписаны двусторонние соглашения. Сотрудничать будут в сфере спорта, туризма, образования и в сфере здравоохранения. Так, Брестская областная клиническая больница подписала соглашение о сотрудничестве в приоритете внедрения современного оборудования, в первую очередь в строящемся корпусе с многочисленными операционными. Мы, в свою очередь, сегодня подписали меморандум с организацией, которая занимается производством высокотехнологичного оборудования, а конкретно речь мы ведем про робототехнику хирургическую. Мы решили, что мы больше посвятим себя высоким технологиям, то есть то, чем мы сегодня занимаемся. Мы занимаемся специализированной, высоко специализированной, квалифицированной помощью, вот, поэтому мы приоритет будем отдавать развитию высоких технологий. Это оборудование, которым занимаются высокотехнологичные учреждения здравоохранения, к коему мы себя относим. Поэтому, скорее всего, если такое даст Бог будет, то это будет развиваться на базе нашей больницы. Для широкой массы пациентов этот аппарат не годен. Он годен для каких-то, повторю, высокотехнологичных, мини-инвазивных, очень деликатных вмешательств, где надо очень делать аккуратно, красиво, быстро или очень сложных вмешательств, которые, скажем, руками просто сделать невозможно. Белорусскую и китайскую сторону объединяет сотрудничество в сфере образования. Так, на базе университета имени Пушкина с 2020 года работает Институт Конфуция. Язык и культуру Поднебесной преподают специалисты из Китая. И несмотря на то, что китайский язык в университете Пушкина появился не так давно, он успешен и пользуется большой популярностью среди студентов. Соглашение, которое подписали университеты обеих сторон, позволит развивать техническую базу. Также появится новое оснащение аудитории и новая литература, которая поможет изучать язык и культуру Китая на новом уровне. Мы рассчитываем на то, что, во-первых, мы приобретем дополнительные кадры. К нам приедут еще преподаватели, в которых мы действительно нуждаемся, потому что спрос на изучение китайского языка как со стороны населения, так и со стороны предприятий нашего региона, он огромен. И вот нынешними ресурсами мы не в силах этот спрос удовлетворить. Надо укреплять сотрудничество, которое у нас сейчас есть. Китайскому университету нужно почаще посещать Брестский университет. Нам нужно увеличивать программы обмена, обмен между преподавателями и студентами. Институт Конфуция развивается, значит и Белорусский университет имени Пушкина тоже. Очень приятно это слышать. Чтобы ближе познакомиться с тем или иным медучреждением или учреждением образования, о которых говорили на форуме, представители Поднебесной отправились на знакомительные экскурсии, где уже более детально обсудили волнующий вопрос и высказали свое мнение о белорусской медицине и образовании. Но об этом более подробно смотрите в субботу в программе «Итоги недели». Как надо брать в больницу?